Всем привет! С вами Екатерина. Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я покажу вам свою новую работу и немножко подробнее расскажу про нее. Я засняла немного процесса, поэтому обязательно вам покажу и сам процесс, как я ее создавала, хотя эта работа у меня в планах вообще не была. Это вообще должно было быть что-то другое. Давайте я вам покажу. Это колба. Вы, наверное, можете видеть на отдельном экране, я ее ближе по размеру. Размером она примерно 25 см, но она не сильно большая, как вы можете увидеть. Обычно я делаю колбу поменьше, то есть роза она примерно вот такой высоты, но эта немножко повыше. И вообще, как я раньше сказала, у меня в планах вообще не было этой колбы. Этой осенью появился новый тренд, это гномики. И гномики были очень популярны. Все создавали домики для гномиков, самих гномиков, делали тарелочки с гномиками. То есть гномы стали трендом, как ни странно. В прошлом году такого не было. Ну и я, чтобы не отставать от этого тренда, захотела тоже сделать что-то похожее. Домик-гномик. Так как я посмотрела инстаграм, социальные сети, и так как везде были гномы, то естественно и я вдохновилась всем этим. Я приступила к работе. Это должен был быть домик с треугольной крышей, с печкой и в таком вот осеннем стиле. То есть то, что должен был быть осенний стиль, это однозначно. Но в какой-то момент все пошло не так, так как я случайно в ВКонтакте включила музыку из Властелина колец. А я очень люблю этот фильм и очень-очень люблю книги Толкина. И поэтому, как только я услышала эту неповторимую музыку, она у меня, кстати, вставлена в шорт, которая будет ниже. И ссылку я тоже на него дам в описании. Как только я услышала эту музыку, то каким-то образом домик Гномика превратился в домик Хоббита. Музыка Я не знаю, на каком это моменте было. Возможно, на этапе конструирования этой работы из фольги. Но так получилось, что домик Гномика превратился в домик Хоббита. И я ничуть не жалею. То есть, по сути, это Хоббит тот же самый Гномик, только чуть-чуть еще ниже роста. Вся работа сделана из полимерной глины и холодного фарфора. Летом я заказывала у одной очень хорошей мастерицы холодный фарфор. Но я его заказывала для ягод. Но мне дали в подарок очень много полимерной глины. И поэтому, так как глины очень много было, я решила из этого материала попробовать новую глину и заодно сделать что-то интересное. Все здесь сделано из полимерной глины, кроме одного, кроме дерева. Дерево я нашла на том еще этапе, когда я создавала осенний рекорд, гуляла вместе с бабушкой по нашему осеннему лесу и искала ветки. И вот эта веточка меня привлекла в мое внимание, так как она довольно-таки толстая у основания и идеально подходит под дерево. И на нее очень легко повесить какой-то фонарик. Вот я немножко повесила фонарик, но все-таки думаю, что надо было сделать как-нибудь светящийся фонарик. В этой клубе, смотрите, здесь одни осенние мотивы. У меня есть тыквы, что соответствует сезону, у меня есть грибы. Правда, грибы не совсем обычные, это опята. Причем опята у меня и такие одиночные, и которые растут на домике. И у меня это какие-то красные мухоморы а-ля опята, которых вообще, я не знаю, не существует, но я решила сделать на домике. И это поганки. И не удивляйтесь, у меня поганки растут на дереве. Там очень хорошие были выступки, поэтому мне показалось, что они идеально туда вписываются. Тем более, у меня не одна поганка, а сразу пучок. И в этой работе еще использован искусственный мох. Он не пахнет и вообще никак не разлагается. То есть, это обычный искусственный мох. И он у меня есть и на дереве чуть-чуть, и на домике, и вообще вот здесь вот везде. У меня есть и зеленые листики. Решила сделать зеленые, так как весь акцент должен был быть на тыквы, на грибы и вот на маленькие тыковки. Поэтому решила оставить листии зеленые и никак не красить. По-моему, это очень хорошо. Тем более, осенью у нас некоторые деревья очень долго сохраняют свой зеленый цвет. И моя отдельная гордость, это сам домик и ступеньки. Домиком я вдохновилась одним фотографом в инстаграме. Он был в Новой Зеландии, и он сделал очень много фотографий настоящих хоббитских домиков. И на одном хоббитском домике было изображено очень много тыкв. То есть, у него там вокруг одни тыквы и наверху, то есть, на крыше тоже тыквы маленькие. Я, конечно, понимаю, что это была сделана фотография Хэллоуина, но все равно. Мне очень понравилась эта фотография, и поэтому какой-то мотив из этого я решила воплотить в этом. Что касается самого домика. Он сделан из фольги, и я постепенно его облепливала. То есть, сначала его полностью, потом по чуть-чуть еще что-то добавляла. То есть, у меня в голове не было определенного эскиза, определенной идеи. То есть, я просто лепила, 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 и поэтому вот сейчас вы можете увидеть эту работу. А моя отдельная гордость, это то, как я смогла обыграть дверь и ступеньки. И так как я потом покрасила дверь коричневым цветом, чтобы она не была белой, я долго думала над тем, как ее сделать дверь дверью, чтобы не было непонятное белое что. Это самое последнее, что я сделала в этой работе. Я ее покрасила коричневым цветом, но как только я покрасила коричневым цветом ее, она вообще исчезла. То есть, ее вообще не было видно, но нужно было как-то отделить. Я попробовала немножко светло-коричневым, темно-коричневым как-то сделать, добавить немного красного, но все равно ничего не получалось. И тогда я решила мазнуть белым цветом. Получится, не получится, не знаю. И так получилось, что белый на коричневым приобрел немного сероватый оттенок, то есть такой налет со стороны. И поэтому я не только вокруг выделила камушки, ну вокруг этой двери, но и сами ступеньки. То есть, я смогла выделить не только двери, но и ступеньки. В инстаграме, где я уже выставила эту работу, мне уже спрашивают, а когда будет хоббит? Друзья, я не знаю. Хоббита, наверное, не будет, потому что я не хочу портить своими навыками ту картинку, которая у меня в голове. Один раз так было в детстве, я сделала что-то и больше не притрагиваюсь к этому. Поэтому хоббита я делать точно не буду. В домике, какие-то эльфийские дворцы, пожалуйста. Но никаких существ я делать не буду. Это мой принцип. И также, когда этапа была на стате формирования, я поняла, что мне нужны будут не обычные фотографии просто, которые я сделаю или будут у меня видео какие-то. А я хочу фотографии профессионального фотографа. Я написала своей знакомой, которая занимается предметной съемкой, сможет ли она сфотографировать так, чтобы была сказка. Потому что это моя самая любимая работа за последний сезон. И она мне сказала, да, покажи работу. Я показала ее на стадии формирования. То есть стояло это дерево, было что-то из фольги, я еще только облебливала все это. И она сказала, без проблем. Тогда я ей отвезла эту колбу и получила поистине сказочные фотографии. Вы их можете сейчас увидеть. Я обязательно их вставлю. Но в конце все проходит. И даже самый непроглядный мрак рассеивается. Грядет новый день. И когда засветит солнце, оно будет светить еще ярче. Такие великие легенды врезаются в сердце. И запоминаются на всю жизнь. Даже если ты слышал их ребенком и не понимаешь, почему они врезались. Но мне кажется, мистер Фродо, я понимаю. Понял теперь. Герои этих историй сто раз могли отступить, но не отступили. Они боролись. Потому что им было на что опереться. На что мы опираемся, Сэм? На то, что в мире есть добро, мистер Фродо. И за него стоит бороться. Согласитесь, что фотографии очень красивые, очень атмосферные. Также она для меня засняла специальные рилсы, которые я вам сейчас покажу. Это все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Всем спасибо за внимание! До свидания! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!